Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре седан BMW 3 серии. На видеоавтомобиль в комплектации 330D M Special с дизельным мотором объемом 3 литра с полным приводом и автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля синий портимау. Автомобиль оснащен колесами разного размера. На переднюю ось установлены литые диски 19 диаметра с шинами размерностью 225 на 40. На задней оси колеса 19 диаметра с шинами размерностью 255 на 35. Автомобиль оснащен спортивной тормозной системой с суппортами синего цвета. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Антенна куле и плавник расположены в задней части крыши. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверя окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Автомобиль оснащен двухцветным салоном черно-коричневого цвета. Рулевое колесо многофункциональное, с кожаной отделкой. Обивка сидений кожаная. Водительское сидение оснащено электрическими регулировками. С помощью электропривода в сидении можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Регулировка длины подушки сидения осуществляется вручную. Сиденье также оснащено электрическим регулировкой боковой поддержки. На водительской дури расположен блок управления памятью водительского сиденья. В память можно сохранить две различные настройки. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Слева от руля расположены кнопки управления осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни и ближний свет. Кнопка включения передних протитуманных фар. Кнопка включения заднего протитуманного фонаря. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен лазерными фарами. Передние протитуманные фары светодиодные. В переднем бампере расположен парктроник. В решетке радиатора находится камера переднего вида. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 145 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя протитуманка расположена в блоке заднего фонаря. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Далее на водительской двери находится кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Рядом расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Продолжение следует... Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Слева от руля расположена регулировка яркости приборной панели. Правый под рулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопка на левом под рулевом переключателе отвечает за выбор вспомогательной информации, которая выводится на цифровую приборную панель. Можно вывести данные мультимедийной системы, режим движения автомобиля, информацию маршрутного компьютера, информацию о мощности и акселерометр. Кнопки слева на руле управляют круиз-контролем. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Кнопка включения электробогрева руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 10 четвертью дюйма. Магнитола поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Также поддерживается Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-порты. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Также магнитола поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. Автомобиль оснащен премиальной аудио-системой Harman Card & Surround с 16 динамиками. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. Во вкладке карт на дисплей мультимедийке вводятся данные о текущем состоянии автомобиля, информация о давлении в шинах, информация бортового компьютера и настройки автомобиля. Автомобиль оснащен цветным проекционным дисплеем, который отображает важную информацию непосредственно в поле зрения водителя. Кнопки на руле дублируют управление аудио-системой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Климат-контроль трехзонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Кнопки регулировки интенсивности обдува. Кнопки регулировки температуры с водительской стороны. Кнопки регулировки температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Синхронизировать» на дисплее синхронизирует обе зоны по температуре. Кнопка «Выбор» направления обдува с водительской стороны. Кнопка «Выбор» направления обдува с пассажирской стороны. Кнопка «Переключение» рециркуляции воздуха. Кнопка «С» отвечает за включение кондиционера. Кнопка «Включение» электробогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопки «Подогрева» передних сидений. Подогрев трехрежимный. Потолок черного цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. Также на потолке находится кнопка «Система Аэроглонас». Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположен USB-разъем. В нишу с крышкой расположены подстаканники, USB-разъем, розетка на 12 вольт и консоль для беспроводной зарядки мобильных устройств. Бардачок с подсветкой отделан тканью. Слева от руля расположен дополнительный бардачок. Кнопка «Отключение системы стабилизации». Предусмотрено несколько различных программ работы этой системы. Кнопка «Включение парковочного ассистента». Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Изображение с камер выводится на центральный дисплей. Всего предусмотрено 4 камеры. Спереди, сзади и по бокам. Также на дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Кнопка «Отключение системы старт-стоп». Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами «Спорт», «Комфорт», «Эко-про» и «Адаптивный». Базовые режимы движения можно настраивать индивидуально. Индикация выбранного режима выводится на центральный дисплей и на панель приборов. «Спорт» Ручной тормоз электрический с функцией Auto Hold Индикация ручника на панели приборов Коробка передач автоматическая, восьмиступенчатая Управление осуществляется с помощью джойстика Режим паркинг включается отдельной кнопкой на джойстике В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений Посмотрим на карту задней дыри на задний ряд Оценим, как выглядит передняя приборная панель Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши Салон от багажника отделен полкой Сидение второго ряда с центральным подлокотником В нем расположены подстаканники В спинках передних сидений расположены карманы для вещей Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции и блок управления климат-контролем Включим систему с помощью кнопки Auto Кнопки регулировки температуры сзади Кнопка выбора направления обдува сзади Снизу расположены два USB-разъема Задние стеклоподъемники электрические Стекло при открытии опускается полностью На потолке над дверью находится ручка Теперь перейдем к осмотру багажника Объем багажника составляет 480 литров Слева в багажнике находится открытая ниша с сеткой Боковины и пол багажника отделаны тканью Справа в багажнике расположена открытая ниша с сеткой и розетка на 12 вольт Для сложения спины к сиденью необходимо потянуть за рычаг Сиденье складывается в соотношении 40 на 20 на 40 При сложении сиденья образуется ступенька Продолжение следует... Продолжение следует... Крышка багажника оснащена электроприводом. Ключок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 40 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, дизельный, шестицилиндровый. Объемом 3 литра с отдачей 265 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели седан BMW 3 серии в комплектации 330D M-Special. С дизельным мотором объемом 3 литра с полным приводом и автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 4 450 000 рублей. Благодарим за помощь в съемках официального дилера марки BMW, BMW Avelon Белая Дача. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...